Давать не хочет. А, гадина такая, давать не хочет. Это факт, что мы давать никто не хотим, мы хотим только брать. Это мы все одинаковые. Ответ такой. Вот сосредоточьтесь и послушайте меня сейчас. Это очень важный ответ для всех. Он одинаковый для всех. Вот смотрите. Я вот посмотрел на всю ее молитву сейчас. И увидел одну простую вещь. Она молилась 20 минут, молилась. И потом через 20 минут, где-то через 17 минут, ей становится в сердце чуть-чуть полегче. Она чувствует уже как-то облегчение. Психика расслабляется. И уже дальше молиться, в общем-то, и незачем. Почему? Потому что уже легче стало. Вот в чем проблема-то заключается. Проблема заключается в том, что нам счастья-то особо и не надо. Мать, и нам счастья-то много в жизни и не надо. Чуть-чуть лучше стало, и до свидания. Не были мы ни на каком-то рите, нас и здесь неплохо корнили. Кот такой маленький, ножкий, толстый такой, смотри фильм. Подпугаемый. Говорит, нато рите, нато рите, полетели нато рите. Говорит, да не были мы ни на каком-то рите. Нас и здесь неплохо корнили. Ну, то есть чуть-чуть больше счастья, до свидания, работа над собой. До свидания, молитва. Мужик-то вам не нужен, ведь понимаете? Не нужно вам чуть-чуть по счастью побольше, и хватит, и нормально. Живем же и живем. Или нужен? Нужен. Нужен, тогда все по-другому должно быть. Тогда надо молиться, пока вы не почувствуете, что он вернется. Вот здесь должна быть связь установлена с ним, понимаете? Связь. Я вот сейчас чувствую, какой объем работы нужно проделывать, чтобы он вернулся. Вот в вашем ритме час двадцать молитвы каждый день. Через час двадцать у вас в сердце победа будет чувствовать, что все, пошло, пошло. Возвращается. Но у вас нет веры, понимаете? Вы сидите, смотрите на меня. Я вам об этом говорю, что через час двадцать будет победа. Нет, я все понимала. Ничего вы не поняли. Нет веры, нет веры в сердце. Улыбаться пошла. Все, пробило, хорошо. Пробило чуть-чуть. Ну? Что вы поняли? Ну-ка расскажите мне. Буду молиться за два. А можно за три? Можно. Еще что вы поняли? Ну-ка рассказывайте, рассказывайте. Все, что вы сейчас поняли. А молитвы хотите сейчас? Ваши молитвы, которые вы верите. Вашему святому надо читать. Слушать голос кого-то нужно, как возвышенного человека, чтобы вдохновлял вас, потому что у вас нет силы своих. У вас душевная сила очень слабенькая сейчас. Вы зарасходовали все свои силы. Вы своими силами хотели его вернуть. И силы кончились у вас в сердце. Оно пустое сейчас. Поэтому неправильное поведение. Когда человек верит в Бога, он силы хранит на молитву. Он не расходует сил, он не переживает, не вспоминает о том, что... Не думает о том, гад ты такой, зачем ушел. Он старается себя вести от этих мыслей. Зря силы не тратит. Потому что силы же на молитву тоже нужны. Чтобы молиться нужна сила. А ее нет. А вы думаете, когда? Вы что делаете? Вы пытаетесь своими силами его вернуть назад. А своими силами вы его вернуть назад не можете, потому что силенок у вас не хватает. И в результате вы истощаетесь, становитесь несчастными. Понимаете? Чувствуете поражение, а не победу. Поэтому не надо о нем думать. Это как война, понимаете? Когда большими силами атакуешь один раз. Победил? Отдыхай. Понимаете? А если ты постреливаешь там туда-сюда, туда-сюда, никакой победы не будет, потому что всех убивают в это время. Победа с большими силами осуществляется. Этот день победы Порохом пропал. Что, спасибо. На вас я отвлекся. Вы что думаете, что я сейчас на вас отвлекаюсь? Она уже стесняется. Назад микрофон. Мы вас будем доделывать до конца. Чтобы вы поняли, что делать до конца. Вот, вы что убираете микрофон. Сейчас у вас душевная работа пошла. Вот пытайтесь понять, когда душа, когда сердце меняется, когда в сердце начинается победа, тот человек не готов к этому. Он как бы верит в поражение еще пока. И он в это время все-все-все, Владимир Геннадьевич, микрофончик, давай. Я уже все понял? Все-все-все. До конца работаем. Мы же пришли побеждать. Все, вот теперь вы уже краник пошел открываться. Видите, вы глубоко вздохнули сейчас, да? Вот это означает, что у вас связь пошла с мужем уже в сердце. Все. Тогда связь пошла. Мы начинаем теперь другую жизнь с вами. Это жизнь победы. Это не жизнь поражения. Думаем о святом человеке. Не знаем, как молиться. Поэтому слушаем голос того, кто знает. В интернет любого монаха, молящегося, найдите, поэкспериментируйте. Если он искренний, вы сможете так же, как он. А потом глубже его почувствовать настроение. Не понравится, другого найдете. Пока вы не найдете того, в каком настроении вам нравится молиться. Ищите помощь. Слушайте звук и как он молитесь вместе с ним. Поклоняйтесь источнику вашей веры. Читайте ту молитву, которую вы чувствуете победу дает, веру дает вам, силу. В вашей вере, в вашей культуре ничего не меняем. Трудимся над судьбой так, как надо. Что мы должны почувствовать? В сердце силу должно почувствовать. Не бояться, что потом придаст меня жизнь. Она обязательно придаст. Обязательно он позвонит, скажет. Как вас зовут? Олечка, я тебя так люблю, но мне здесь нормально. Поэтому. И у вас в сердце опять тяжесть. Ничего страшного. Мы победим все равно. Потом постепенно, что бы он ни делал, у вас здесь будет спокойно. Это значит, что вы уже на грани победы. Что вы объем работы основной сделали. Ваше сердце не будет переполняться вот этим. А, я не могу больше это слушать. Я могу это смотреть, терпеть. Столько несправедливости. Вы будете чувствовать, что вы справляетесь. У вас появятся силы. Хоть и боль будете чувствовать. Это значит, что судьба уже на пути. И вы будете чувствовать, что и я виноват. Тогда будет чувствовать и он. Когда судьба придет в ваше сердце, вы поймете, почему он ушел. Он ушел, потому что вам на него было наплевать. Вы не думали о нем в последнее время? То ли из-за усталости, то ли из-за занятости. Я не знаю, в чем дело. Но вы не уделяли ему душевной любви, не давали достаточно. Я чувствую это. Холод из вашего сердца по отношению к нему шел. Видите, вы не чувствуете то, что я сейчас чувствую. Вы не чувствуете. Вы говорите, нет, Олег Иванович, я хороший, он плохой. Хорошо, нет проблем, молитесь дальше. Нет, он хороший, я хороший, а кто плохая? Судьба ваша. Судьба ваша вас улучшит просто. У вас все получится. Вот, сто процентов. Я на вас посмотрел все это время. У меня нет никакого маленького, малейшего чувства, что он уйдет навсегда. Я чувствую примерно срок, когда его потянет. Где-то через шесть с половиной, семь месяцев его потянет назад. И если вы до этого времени не проделаете свой путь, то он как просто, он влетит в вашу жизнь назад, как резинка натягивается и улетает, как жгут. Натягивается и потом летит назад. Так и он влетит назад в свою семью. Как ободранный пес. С надписью Кобелина на лбу. Не нужно назначает ненависть, злоба. Кто говорит? Вы злитесь, да, на него? Нет. Если пятерку поставили, а она уже не нужна. Пятерка не нужна. Давайте мы не будем сейчас с вами общаться на эту тему. Я с вами попозже поговорю, хорошо? Просто обиженно и все. Если вы хотите, вот, например, многие говорят, сможешь простить, если она занимается? Я не смогу. Не, вот понимаете, вы сейчас говорите опять об объеме работы. Простить означает принять свою судьбу, понимаете? Когда человек работает со своей судьбой, личность, конкретная личность перестает становиться значимой, понимаете? Сначала вы молитесь, вы чувствуете, что вы побеждаете судьбу. Вы начинаете потом понимать, что вы сами виноваты в том, что произошло. Когда-то в прошлом вы совершили неправильный поступок и сейчас за него отвечаете. Видите, вы уже отрываетесь от этого человека конкретно в своем понимании вещей. Потом дальше вы глубже начинаете понимать эту тему. А потом, когда вы уже приняли свою судьбу и ее проработали на сердце, легкость, радость, тогда вы понимаете, что есть две темы. Одна тема — это ваша судьба, которую вы уже приняли, из которой вы работаете. А вторая тема — это то, что человек стал инструментом в руках вашей судьбы. Ну, стал и стал. Вот, допустим, я дал вам неисправный микрофон. Вы в него говорите, и у вас не получается нормально говорить. Я говорю, говорите нормально, но у вас не получается. Я же знаю, что я сам виноват. Зачем я вам давал неисправный микрофон? Точно так же, когда вы чувствуете, что вы сами виноваты в том, что произошло, вы не будете слишком сильно винить человека. Есть еще один момент, который вы должны знать. Я буквально вот, я до этого был в Тюмени, а до этого в Перми читал лекции. И в Перми я читал семинар по семейным отношениям. И там девушка, она плохо думала о мужчине, который ушел от нее. И она уже дошла до той стадии, которую я вам сейчас расскажу. А стадия вот такая. Она настолько додумалась плохо об человеке, что уже сама начала делать то же самое. И она мне об этом не говорила, это я ей об этом сказал. Я говорю, вы знаете, я смотрю в ваше сердце, и вы уже настолько как бы вот перешагнули эту грань, эту грань, что вы плохо думаете о человеке другом, не понимаете, что вы сами виноваты в том, что происходит с вашей жизнью. Что вы уже начали сами встречаться с другим человеком, точно так же, как он вас бросал. Теперь вы его бросаете. Хотя Бог еще не решил, что вы должны быть разлучены. Он остается в вашем сердце, вы ждете его в своем сердце. Несмотря на что, в наглую начинаете встречаться с другим. Она говорит, да, Олег Геннадьевич, это правда. Так а почему так происходит? А потому что за что боролся, на то и напоролся. Если ты считаешь, что ты такая святая, а он такой, тогда извини меня, Бог тебе тоже покажет, какая ты святая. Бог, он воспитывает всех. Без исключения. Я даже сейчас вижу, что если вы дальше так будете думать, у вас получится то же самое прямо в этом браке. И вы ничего с собой не сможете сделать, понимаете? Как это получается, я сейчас вам объясню. А что я буду жить с таким кобелиной? Не хочу жить с кобелиной. Хочу с хорошим, верным мужиком. Пожалуйста, Бог, вот представь, вот, пожалуйста, вот тебе верный человек. Не этот дурак, а вот хороший пара, пожалуйста. Все, вот с этим я и хочу, да, все. А чем этот подступок отличается вот от этого? Да ничем. Так оно и бывает, мое хорошее. Не гордитесь собой. Что положено, то и хлебаем. И так есть ум, разум, чувства. Чувства хотят счастья. Приходит время, и Бог забирает у наших чувств счастья. И что делать тогда? Три варианта. Первый вариант – обвинять судьбу. Второй вариант – трудиться на ней. И на дне и третий вариант – побеждать. Понимаете, победа должна быть, желание победы с самого начала. И начинается это с принятия судьбы. Хочу мороженое. Подхожу к киоску. Вот оно, мороженое, денег не хватает. Первый вариант – принятие судьбы. Я хочу мороженое. Ну, ничего страшного. Придет время, я буду кушать мороженое. Второй вариант – пойду за деньгами, скажу. Это труд. И третий вариант. А что все время дороже и дороже? Сколько можно? Мучить продавца. Придет время. Да? Да, Игорь Геннадьевич, а есть ли вариант – хочу мороженого? Подхожу, денег не хватает. Ой, не хочу мороженого. Думаете, такой вариант есть? Да? Вы думаете, есть? Я вам сейчас расскажу историю про свою молодость. Вам сколько лет? Тридцать тренинг. Ну, я был тогда помоложе. История такая. Я изучал, что такое чувства и как они действуют на судьбу, как они связаны с памятью. Изучал это с помощью поста. То есть мне было 17 лет, я был юн и полон веры в свои возможности. Я учился голодать. Я начитался порь Брега и учился голодать. Сначала я постился один день, потом по два дня, потом по три дня. И я пытался контролировать свои чувства, чувства голода. Ну, то есть не есть и смотреть, наблюдать за собой, что со мной произойдет в это время. Как я смогу справиться или нет. И дошло до того, что я помнил о еде день и ночь. Я даже сплю и вижу перед собой разные там картошечки летают перед глазами во сне. Понимаете? А у меня мать, она, как вы думаете, сколько раз первое место занимала в соревнованиях по приготовлению пищи районных соревнований? Нет, она занимала семь раз первое место и два раза второе. Вот. То есть, ну, представь, как человек готовит, если она вот занимала первые места по приготовлению. То есть она повар у меня. И не просто повар, а вот такой квалификации высокой. И... Я же ничего не ем. А мне и все снятся острова. Я уже не могу ни спать, ни... Все время разные блюда, которые мамочка готовит, летают перед глазами. Потом, знаете, до чего дошло? Я закажу на кухню, ем. Потом захожу в туалет, два пальца в рот вырываю. Это потом опять на кухню, потом опять в туалет. И потом я сел на диванчик подумать. Кто победил? Я или чувство? Как вы думаете, какой результат у меня был в голове? Вы ошибаетесь. Результат был такой. Я понял, что так чувство победить невозможно таким способом. Как вы сказали. Нет, не хочу мороженое. Ну, ладно, мороженое, бог с ним. Но есть же посильнее чувство. Моя любовь на пятом этаже почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. А такое чувство сможете? Не хочу любовь. Можете так, нет? Хочу любовь. Оп, не хочу любовь. Ну-ка. А, слабо? Ну-ка, давайте попробуем. Чего молчите? Вы же крутой. Словный вопрос. А? Словный вопрос. Словный вопрос. Чего-то бывает разное. Белые, синие, красные. Тут скорее есть проблема не в этом. То есть, хочу любовь, хочу любовь, хочу любовь, хочу любовь. А вижу любовь. А не до сих пор любовь. Тогда я вечно сделаю. Нет, нет, не хочу любовь. Как вас зовут? Антон. Антон, вы настоящий мужчина? Мужчина всегда понимает через события. Бог вам обязательно покажет, даст вам знание, что чувство сильнее человека. Сильнее человека. Нехорошо. Разум сильнее чувств – это факт, это факт. Но разум становится сильнее чувств только в том случае, если мы оцениваем силу противника, правильно? Если мы понимаем, что противник сильный, мощный, я слабее его, тогда мы начинаем думать, как же его победить? И вот тогда человек понимает, что с чувством не справишься с помощью и все. Есть способ. Нужно то же самое чувство наполнить больше энергии счастья. Для того, чтобы отвязаться от Маринки, нужна Иринка, которая красивее, чем Маринка. Понимаете, если вы чувствуете, что счастье больше от чего-то, вы можете отвязаться от меньшего счастья. И поэтому, когда человек привязывается к Богу, от него больше всего счастье идет, тогда он успокаивается по поводу всего остального. Не то, что я просто и мороженое, понимаете, ум же не просто так мороженое требует, потому что это энергия счастья нужна для каких-то функций. То есть это не просто так, понимаете, это все уже запрограммировано, зачем мне это надо. Но если я соединяюсь с другим источником счастья, более высоким, тогда эта программа отлетает. Организм говорит, хорошо, согласен, все нормально. Меня это устраивает. Волевое решение означает конденсатор. Допустим, я пашусь и худею. Конечно, давайте микрофончик, сейчас мы будем с ней общаться. Да, молодец, молодец. Как вас зовут? Марина. Потому что мне не чувствовали, а чувствовала, что я не мешаю. Правильно, Мариночка, да все правильно, все правильно. Вы знаете, что такое чувственная память, что это такое? Чувственная память. Помните, я говорил, что и днем, и ночью я постоянно думал о еде? Нет, вы ошибаетесь. А вот во имя чего-то, это уже другое, мое хорошее. Вы слушаете теперь, а не говорите. Потому что вы не поняли меня. Задали вопрос, не поняв, о чем я говорю. Вот теперь слушайте, вам же понимать, что сюда пришли, а не настаивать на своем. Так? Слушайте теперь. Вы правы, конечно. Во имя чего-то означает более высокий вкус к счастью. То, о чем я вам говорю. Я говорю, что есть способ победить свои чувства. Для этого нужно иметь более высокое чувство. Более высокое, более светлое, возвышенное. Поэтому даже человек может любиться в девушку. Но если он любит Бога, то он любит в монастырь, несмотря на то, что он кому-то привязан. Понимаете? То есть есть более высокое чувство. Например, человек любит Родину, очень сильно любит Родину, как, допустим, этот, который на абразуру-то бросился. Как его Александр? Матросов. Да, Александр Матросов. Он Родину любил больше, чем свою жизнь. Это реально факт. Это факт, что можно Родину и Родины более высокий вкус, чем даже к своей собственной жизни. Более светлый вкус к Родине у человека, чем к своей жизни. И поэтому он отдал свою жизнь во имя Родины. «Промчался он, промчался он звездой, горящей боли, охваченной огнем, чтоб мяше небо было ясным, навсегда остался в нем». Понимаете, люди просто так это не делают. Они не отказываются от своей жизни просто так. «Воей чего-то можно, просто так это безумие». Человек не может отказаться от чего-то ценного просто так. Только когда есть более высокий вкус это возможно. Но некоторые люди отказываются просто так от чего-то, тогда включается память чувственная. Например, человек взял, напрягся сильно и лишился жизни просто так. Когда он оставляет тело, выходит из тела, дальше включается чувственная память, которая говорит ему «Дурак, зачем ты это сделал? Ты зачем это сделал? Ты потерял свою жизнь». Или человек, допустим, просто так решил проэкспериментировать и бросил любимого человека. Вот любил сильно человека, это же чувство, и бросил. А потом, чувствуя память, включается и говорит «Ты дура, ты же хорошего человека, бросил, зачем ты это сделал?» Понятна система? Вы просто упрямые и все. Вы просто упрямые и все. «Может быть, да». Все, давайте назад микрофончик, я с вами спорить не буду, все равно вас не переспоришь. Это невозможно будет. «Же». Ну ладно, 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 все нормально. Вы должны сами все понять в своей жизни. Я не буду вас заставлять понять то, что вам надо понять. Хороший человек является Богом. Бросать его нехорошо. Нужно учиться это все понимать. А понимать это все самому невозможно. Для этого нужно учиться связываться с высшей силой, с Богом, для того, чтобы все это понять. И тогда, когда мы это понимаем, одиночество заканчивается. Потому что любое испытание дается для понимания. Когда человек осознает, зачем ему все это дано, он получает другого человека уже. Получает как вариант. Потому что мы живем только для знания в этом мире. Если мы что-то сделали не так, мы должны раскаяться, осознать в этом во всем, разобраться. А потом дальше ему уже Бог дает следующий вариант. Он дает возможность уже дальше жить. Пока я упрямлюсь, пока я говорю, нет, я правильно поступил, пожалуйста, можешь упрямиться дальше. Но возможности счастья уже не будет. Бог же не просто так соединяет людей вместе. Это он соединяет. Не я нашла себе мужика, а он вам нашел. И он же держит вас вместе. А если вы рубанули его, то вы кого рубанули? Бога, который вас держит вместе. Ведь уйти очень трудно от человека. Поэтому нужно силы иметь. Вот об этом и речь. Нет, нельзя. Движемся вперед. Мы же вперед идем. Мы, наша цель понять, да? Наша цель понять. Не завязаться на одном вопросе, вот бросаем, не бросаем. У нас не лекция по семейным отношениям, у нас лекция по молитве. И обязательно дам вам возможность задать вопрос. Чуть попозже, моя хорошая. Сейчас вам надо вот так дышать. Вдохнуть, выдохнуть, чтобы успокоить свои чувства. Видите? Внутри, она сейчас олицетворяет желание неосуществленное. Я сейчас ее специально задержал, чтобы она осуществляла неосуществленное желание. Видите, как трудно, да? Ты уже хотела задать вопрос, а не дают. Трудно? Осадочек останется? Останется обязательно. Чувственная память останется обязательно в вашем сердце, если вы не сможете со мной поговорить. Вы сможете, но чуть попозже. Контролировать свои чувства можно, контролировать свои чувства можно, но недолго. Итак, движемся вперед. Видите, есть ум. Это психическая структура, в которой находится человек. В нем находится настроение, характер, мысли в уме находятся в нашем. Ум связан со всеми органами и системами, психическими каналами. В уме находятся пять чувств. Все они находятся, кроме одного чувства осязания по всему телу, а остальные четыре чувства находятся в голове. Через голову ум познает этот мир, через сердце любит этот мир. Сердце – это место, которое связано со всеми людьми, с которыми моя судьба связана. Центр судьбы находится в сердце. Там же находится и способность победить судьбу. Способность победить судьбу связана с Солнцем или с Богом. Веды сравнивают Бога с Солнцем. Не то, что Солнце – это Бог. Нет, сравнение такое. Это сравнение, чтобы людям было понятнее. Что есть высшая истина, есть высший свет, есть высшее счастье. Если Солнце наполняет светом землю, то Бог наполняет светом сердце. Когда сердце светом наполнено, вся судьба озаряется. Человек не чувствует, что что-то может быть не решено в его жизни. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому правится с утра. Иди за Солнцем следом, хоть этот путь не рядом. Иди, мой друг, всегда идти дорогою добра. Понятна система? Или не понятно? Итак, человек должен соединиться с той силой, которая победит его судьбу. Но мы очень упрямые. И все время действуем своими силами. Истощаем эти силы, не страдая потом. А, мне тяжело. А тяжело просто от того, что неправильное действие совершается. Не то действие, которое дает победу и все. Не надо самой думать о том, что происходит. Садись в молитве и вспоминай, решая проблемы с помощью того источника, который даст возможность победить. Не израсходу из себя зря. Итак, что такое самоконтроль? Самоконтроль бывает двух типов. Первый тип. Временно ограбить себя от проблем. Временно. Потому что чувство имеет чувственную память. Они всегда все равно тебя потом замучают. Второй тип самоконтроля. Не временный, а постоянный. Так как все равно проблема только одна. Что нам не хватает энергии счастья. Поэтому, если ты откуда-то не должен получать энергию счастья. Как один мужчина. Мне очень возвышенный человек всю жизнь духовной практикой занимается. Говорит. Олег Иванович тянет к другим женщинам. При жене прямо мне говорит. А у него возвышенная жена такая тоже в молитве живет. Говорит, вот тянет к другим теткам меня. Что-нибудь подскажите. Я говорю, ну и что ты думаешь тянет? Ничего страшного. Ну, а дальше молиться просто. Нужно наполнять себя той силой, которая заменит эту. Человека тянет к энергии любви. Человек не может жить без любви. Не хватает любви, тянет к кому-то на сторону. Это нормально. Не хватает любви просто. Но если ты начинаешь молитву, ты наполняешься более высоким источником любви, и тебя запускает, тебе легче становится. Ты уже не будешь здесь совершать тот поступок, который Бог не хочет, что ты совершал. Он же сейчас соединился с одним человеком в жизни. Зачем разрушать эту связь? Таким образом, надо понять вот эту истину. Она заключается в том, что настоящий самоконтроль возможен, если мы замещаем проблему правильным решением. Нам нужна энергия счастья. Если с какой-то стороны мы не можем ее получать, неправильно, неположенно, нехорошо, то можно получить же с другой. И ее больше становится энергия счастья в этом случае. Более качественно она становится, лучше. И человек отпускает сразу. Все, не хочу из семьи уходить. Слава Богу. Это же проблема. Тянет и тянет. Хочет человек, куда-то его тянет все время. Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Понятно, если она одна, там это хорошо же, обойти весь мир, найти кого-то. А если есть уже муж ряда, зачем искать кого-то в это время? Это уже неправильно. Итак, что такое самоконтроль? Есть два вида самоконтроля. Один самоконтроль, это ну, не пойду к подружке, буду с женой жить. Хорошо, хороший поступок, супер. Но временный. Потому что все равно завтра опять тянет. Энергичащие, что ты не дал в сердце, тебе не хватает энергичащие, что ты ее не дал в сердце. Ты просто себе закрутил это на время. Некоторые думают, вот очень сильный парень, сто процентов. Я не сомневаюсь. Вот честно, не сомневаюсь. Крепкий, а вот когда был помоложе, я такой же, как вы был. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, я не струшу. Товарищ, время. Все классно. Молодой конь, он скачет вперед. Так-так-так-так-так-так-так. Усталость забыта. А старый конь, он борозды не портит. Понимаете? У меня теперь есть знание. Я знаю, как правильно делать. Самоконтроль – это хорошо. Но лучше себя связать с источником света. И тогда просто все расслабляется. И до свидания необходимость. Все. Проблема решается полностью. Итак, ум с помощью разума решает проблемы. Что значит связать себя с источником света? Это значит, что нужно использовать не просто какие-то внешние формальные вещи, а надо использовать разум. Разум может действовать двумя способами. Он может запрещать, запрещать и может соединять. Вот это запретительная функция временная, потому что он упрямый, как баран, все равно свое добьется. Вот. Он добивается своего тоже, его надо понять. Ему нужно кормить тело, энергией, счастье. Как представитель колхоза приходит, допустим, в администрацию, говорит, понимаете, мне сажать надо, давайте деньги. Не сажать землю надо, засаживать пшеницей. Вы же сами потом просите урожая. Давайте деньги. Ну ладно, ладно, все даем. Понимаете? Он приходит, потому что надо сажать. Так и ум тоже просит. Давайте счастье. Телу нужна энергия счастья. Он не может жить без счастья. Печень уже отваливается. Сердце как бы уже отваливается. Все патроны кончились. Больше нет гранат. Нас живым их осталось, только сели мертвых солдат. Понимаете? Ну то есть надо что-то делать. Так ум требует счастья. Разум говорит, хорошо, все, я понял. Ищи счастье. И большинство людей, они примитивно очень ищут счастья. Они думают, ну вот надо счастье в покое. Надо, чтобы чуть спокойнее жизнь была, вот оно и счастье. Все, это означает, надо домик построить, зарплата, чтобы хорошая была, жена, дети, там, все нормально, все спокойно, все, значит счастье, все. Но понимаете, цель жизни человека не в этом заключается. Она заключается в том, чтобы с более высоким энергией счастье соединить в нашу жизнь. Потому что все равно, хоть есть у тебя жена, дети, хоть нет, приходит время, и люди страдают. Ребенок заболел, жена в аварию попала, еще что-то произошло. Где ты будешь силы брать? Домик тебе не даст эти силы. Работа тоже не даст. Иди беги на работу, кто тебе поможет успокоиться, когда жена в реанимации лежит? Никто не поможет. Понимаете, нужны силы оттуда, откуда они приходят. А эти силы приходят от высшего источника счастья. Надо открыть все двери, полностью открыть все двери. В зале не хватает воздуха. Пожалуйста, организаторы. Вот все, что вы видите, открываем. Все, что видно, открываем. Пожалуйста. Если есть какие-то двери, мы их все открываем. Нам нужен воздух. Никто не хотел умирать. Давайте сверху вот там тоже, пожалуйста, открываем. О, пошла, да? Видите, какие мы зависимые. Воздуха нет, все. Если слушать уже лекцию не можем. Хорошо стало? Лучше? Вам интересно, нет? Не зря пришли, все нормально. Выходной же. Есть ум, который хочет счастья. Есть разум, который дает уму счастье через веру. Если человек верит в дом, у него выходной, он две счастья получает. Едет и строит дом. Дом чуть-чуть построил. О, супер, супер, чуть повыше. Слушай, классно, это хорошо, это надо. Нам нужна такая вера, обязательно. В редисочку веришь, раз выходной, все, начало все расти. Пошла, посадила. Медисочка растет, супер. Все, легче все. Карточка растет, помидорчики растут. Ну, понимаете, может же мороз в июле ударит. Помидорчик, гопут, карточка. Олег, не каркайте. Не каркайте веру, не разрушайте мою. Вот, а я не разрушаю. Обязательно редисочка вырастет. Но я просто объясняю ситуацию, что в нашей жизни мы не гарантированы от этих всех источников счастья. Рубль стал дешевле, домик уже строить не сможешь, потому что все деньги идут на еду. И ты печалишься. Стеночки же не растут. Раз в месяц не поднимаются уже, все. Ты не можешь уже дальше его строить. Почему? Потому что так действует судьба. Иногда мы можем получать земное счастье, наше земное счастье, а иногда не можем. И на этом основывать свою жизнь не надо, потому что будет депрессняк. Но если человек своим главным источником счастья считает Бога, у него есть храник хороший, у него есть силы, он чувствует святость, у него есть хороший источник света, лампочка загорается хорошо. Тогда у него есть гарантия побеждать судьбу. Но для этого нужно еще знание. Вот женщина не знает, она не знает, что мужа можно вернуть через вот это действие. Она уже слышала мои лекции, но до нее не доходило до конца. Она не чувствовала, что вот сейчас еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, мой трудный самый, до воды осталось чуть-чуть. Она не чувствовала этого, просто 20 минут поболелась, чуть-чуть легче, все пошло. А он, гад, не возвращается. Так это же ваша судьба. Это ваша судьба, это не то, что он не возвращается. Это просто вы не проделали работу в своем сердце. Вот когда в сердце легкость и счастье, и все нормально, и щечки розовыми становятся, и вот так вот. Это значит, что все. Заработала система. А потом ждите, как все это внешнее, и вы увидите, как жизнь работает. Вот эта жизнь, настоящая жизнь, когда человек побеждает, как она работает, вы увидите. Вот девушка настоящая, нормальная, которая знает, как правильно жить, она не беспокоится о том, что она не замужем, не печалится. Знаете почему? Девушки, незамуженные, знаете почему? Потому что в сердце вся работа уже сделана. Печалится-то кто? У кого объем работы? Они чувствуют, что замуж тяжело будет выйти, а не печалится. Грусть тоска меня снедает. И жена крестящая, и жена крестящая ходит, одиночество. Но если девушка с Богом установила связь, она молится, у нее этот объем работы сгорает, у нее сердце... Ей легко становится в сердце, и она уже такая веселая. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Понятная система? Когда она уже в сердце свою проблему решила, у нее щечки румяные, она не печалится об одиночестве, не печалится. Силы хватает внутренней победить судьбу, и все выстраиваются в ряд. Как? Как должно быть? Расцвела? Мужики в ряд должны выстроиться. Почему? Потому что такая корова нужна самому. Не выдаешь заднюю, станет рука. Счастливая женщина должна быть. Счастливая. Красивая означает счастливая. Она должна быть счастливой, и тогда все хотят ее замуж. Но чтобы быть счастливой, она должна быть наполненной, наполненной счастьем. Наполненность возникает от того, что человек соединяет себя с источником счастья, подключает себя к цепи. Итак, что же такое судьба? Давайте разберемся. Веда объясняет, что душа находится в области сердца, вот здесь. Вот здесь. Она маленькая такая, искорка вечная. Она никогда не умирает. И она переходит из одного грубого тела в другое вместе с тонким или с психикой. А вот в психике находятся все наши поступки, все наши желания, знания о себе, во всем. Все это находится в нашей психической структуре. Понимаете? Там ничего не пропадает. Обо всем есть память. И поэтому мы и отвечаем за свои прошлые поступки. Если памяти не было, что-то там набедокурило в прошлом, ничего не отвечаю ни за что. Все это уже прошло. Меня никто не заметил. Я своровал, никто не заметил, все. Как я буду отвечать? Никто же не заметил. Вся память о наших действиях копится в сердце. Видите? То есть она не ожидала, что я могу ей что-то сказать. А я сказал, потому что сердце-то вот оно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все понятно. Да? Спасибо вам, что пришли на лекцию. Такие люди, как вы обычно, сами что-то рассказывают другим. А если вы пришли на лекцию, это большой подвиг уже для вас в вашей жизни. Большой подвиг. Итак. Душа имеет вокруг себя шарик такой психической энергии. Этот шарик, он соткан из памяти о прошлых поступках. Иногда он наполняется хорошей силой, чистой, светлой. И тогда душа радуется жизни. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир, посмотри. Ну то есть она наполнена, то есть шарик, этот наполняется хорошей силой. А он наполняется то хорошей, то плохой. Потому что внутри него разные события живут. Приходит время, время движет судьбу. Время. Приходит время, хорошие события приходят. Потом время идет вперед, оно не останавливается. Хорошие события заканчиваются, приходят плохие. И так судьба постоянно движется вперед. Она никогда не останавливается. И цель человеческой жизни это понять, как правильно жить. Соединить себя с Богом. Соединить себя с источником света. В этом высшая цель человеческой жизни любого человека. Мы должны быть светлыми. Мы не должны быть пустыми и одинокими. Мы должны быть наполнены светом. В этом свет, цель человеческой жизни. Веды объясняют, что Бог как солнце, а душа как искорка. Когда искорка летит от Бога к своим делам, домик строить, рожать детей, там некогда думать о Боге. Она тускнеет, теряет силу. Поэтому уходят от нее люди. Ну то есть у нее нет силы, нет света, и она никому не нужна. Все разбегаются вокруг. А когда она поворачивается назад к солнцу, она загорается сильнее и сильнее, все опять назад возвращаются. Потому что людям нужно только счастье. Никто не хочет жить без счастья. Вот у вас есть одно заблуждение в голове. Вы думаете, что красивая женщина, ну та, которая внешнюю красоту имеет, она сильнее той, которая имеет внутреннюю красоту. Вот вы этот экзамен издавайте. Посмотрим, кто сильнее. Внешняя красота временная. Девушка может там лет 15-20 иметь внешнюю красоту. Потом она должна заменить ее на внутреннюю. Если не заменила, тогда зачем она нужна некрасивая? Как молодой человек, он может иметь, допустим, много сил и воли в молодости. Но в зрелом возрасте он должен стать мудрым. Если мужчина мудрым не становится, кому он нужен? Нужны мудрые люди. Мужчина мудреет, женщина красивеет в сердце. В этом цель человеческой жизни. Мужчина живет для знания, женщина для красоты. Красота должна перейти в сердце. Тогда она не отпускает никого. К женскому сердцу все тянутся. Никто не хочет жить. Мать Тереза – это та, которая имела больше всех красоты. Внешне она такая была невзрачная. Но ее хоронили все Индией. А ее все любили бесконечно. Она имела красоту сердца. Понимаете? Это высшая красота. Самое главное. Выше, сильнее, которой быть ничего не может. Копите красоту своего сердца в отношениях с Богом. Куда он денется? Он как миленький вернется назад. Даже сейчас мы с вами говорим. В это время он вас вспоминает. Он с вами связан. Видите, улыбаетесь. Почему вы смеетесь? Ну-ка, почему смеетесь? Потому что я правду вам сказал. Вы ее почувствовали, поэтому вам легко стало. Вы смеетесь. Поехали. Легко на сердце от песни веселой. Она скучать не дает никогда. Нам нужна счастье в сердце. Счастье в сердце. Так что такое судьба? Судьба. Судьба это когда время действует вот на эту зону психическую, где душа находится. И в результате этого действия события меняются. Призначально все в этом мире бушующем. Есть только миг. Есть только миг. За него и держись. Так? А для звезды. То есть мы звезды, да? Душа маленькие. Что сорвалось и падает. Есть только миг. А слепительный миг. То есть мы падаем. Сорвались откуда-то и падаем. Мы падаем из духовного мира. Мы падаем там, где вечное счастье. Мы верим в это вечное счастье. Мы верим, что я буду счастливым. Никто не верит, что я буду несчастным. Так ведь? Надо возвращаться назад, туда, где счастье. Это источник света. Надо к солнышку. Надо перестать падать и назад. Загораться надо начать. Загораться. Так что такое судьба? Судьба это жизнь каждого человека. Есть хорошие события, плохие. Поднимите руку, у кого в жизни не будет плохих событий. Вот молодец. Это значит, что вы оптимистка, да? Или что? Давайте микрофончик. Сейчас разберемся. Не бойтесь, я вас не разочарую. Давай на первом ряду женщину поднимемся. Ну, в очках женщина, на первом ряду. Да что хихи? Это да, вы, вы, да, вот вы, да. Что хихи, да? А, это мужчина. Все, я не понял, извиняюсь, извиняюсь. Я просто там уже не вижу. Дальше где-то вот вижу, что мужчина, женщина вот до перехода дальше уже расплывается. Все, извините, пожалуйста. Более вас полностью лица не вижу. Спасибо, что вы все-таки взяли микрофон, несмотря на то, что я вас перепутал. Как вас зовут? Меня зовут Денис. Денис, да? У вас не будет в жизни плохих событий? Нет. Вообще? Ну, благодаря отношению моему они будут хорошими. А, вы уже начали вилять. Хорошо. У меня к вам вопрос. А вот, по-моему, 4 или 5 лет назад что-то я вот такое чувствую. У вас какая-то слабость или бела? То ли болезнь, то ли что? Это длилось где-то, наверное, месяца 4-3. Не меньше. Было такое. Ну, видите, значит, все-таки бывает. А года полтора назад у вас такое чувство, горели просто сейчас посмотрю, наверное, что-то с работой случилось или что-то с деятельностью, с вашей, прямо вам тяжело было, метались вы. Так или нет? Не мог нам работать на предыдущем. Не могли и страдали из-за этого. Так ведь? Да. Было, значит, тоже все-таки, а? Это хорошо. Видите, вы оптимист, это хорошо. Но не надо, знаете, есть такое правило в войне, когда идет война, сражение, нельзя недооценивать противника. Если ты недооценил, проиграл, все. Надо знать, что бывают тяжелые события, испытания, даже которые мы можем не выдержать в своей жизни. Такое бывает. Вот сколько вам лет? 24. 24. Вот в вашей судьбе я чувствую, что где-то в лет около 40, где-то 38, 39 у вас в личной жизни будет событие, которое вы своими силами не победите. Вам нужна будет молитва. Вы не сможете справиться со своими силами. Очень тяжело будет. Не потому, что я такой вот плохой дядя, все-таки наговариваю на вас. Вы обязательно справитесь. То есть вы же слушаете лекции, и все нормально. Сто процентов. Но он не своими силами. Вам надо будет думать об источнике святости в это время. Вы услышали меня или нет? Да. Спасибо вам большое. Итак, в этом мире у всех есть трудности. Нет ни одного человека, который бы избежал проблем. Но правильно он сказал, еще раз, как позову? Денис правильно сказал, что я знаю, что есть трудности, но я также знаю, что с ними делать. Понимаете, вот так человек должен жить. Не то, что есть трудности, все так, все плохо. Ничего плохого нет. Просто есть объем работы, понимаете, есть трудности, и надо, значит, с ними делать. Вот иногда мы каждый день живем обычной жизнью. Целый день на белом свете все куда-то калися. Едут взрослые и дети на работу в засад. Едут в баню и апреку. Едут в тещи на обед. Что же будет человеком через 10 тысяч лет? То есть, у каждого, у каждого занят, да? Но в тот момент, когда наступают трудности, он смеется, вчера он меня вез на машине. А я был вчера никакой. И он мне задает вопрос, Олег Геннадьевич. А у корови нет молока, понимаете? Кончилось молоко. Олег Геннадьевич, ну еще жаден вопросик. Олег Геннадьевич, уже все, кончилось молоко. Смирется сейчас. Трудность была вчера у меня. Я устал так сильно, что не мог даже на вопросы отвечать. Приехал из другой города, там меня выжили. Вот так совсем, у меня не осталось ничего общей, никакой энергии. Я вспомнил, у меня дотра, бабушка пришла крачу. Говорит, я не мочусь. Мой любимый мой дот. И врач говорит ей, а сколько лет? Он говорит, ну кончилась моча, бабушка, все, она будет домой. У меня молоко кончилось, а сегодня уже появилось чуть-чуть. Бывают трудные периоды судьбы у всех людей, у каждого, у каждого человека. И в это время надо забыть свои заботы. Надо понять, что работа есть, да, дети есть, все это есть. Но в это время, когда трудности судьбы, Бог выступает на первое место. Час молитвы, если надо, а если надо два, а если надо три, понимаете? И все остальное должно быть на заднем плане. Бог поможет. Ко мне одна женщина в Тюмени вчера после лекции подошла, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, я не ожидала. Я говорю, что случилось? Представляете, я звоню домой, у меня двое детей вот такие. И муж говорит, вот сидят какие-то, как они такие, пока дуанчики Божьи вообще не дергаются. Понимаете, если вы что-то для Бога делаете, все успокаивается, весь мир успокаивается. Я, говорит, не вообще не представляла, что они без меня даже секунду могут прожить. Они вот все это время, пока лекции шли, они такие раз, проблем никаких нет. Не орут, не дергаются, все. Потому что Бог наполняет силой все. Если человек делает важное дело в своей жизни, все успокаивается, все решается само. Не беспокойтесь, отдавайте свое время на то, чтобы вам соединяться с высшей силой. Все остальное будет организовано в жизни, все будет хорошо. Вот кого сейчас что-то там есть, беспокоит вас на лекции? Поднимите руку. Кто здесь происходит? Ну, вы расскажете. А? Ну, вы расскажете, не бойтесь. Да? Не, вы девушку, например, не дадут. А? Отношения беспокоят? Как зовут Артема? Он сейчас спокоен. Ну, спокоен. Вот вы на лекции сидите, вы наполняете силой, ему легче тоже становится. Вы же связаны с ним. Не верите? Вот я говорю, не верите в это? Верите. Я вижу его, этого человека. Знаете, самое лучшее качество у него такое? Он честный. Вот у него такой искренний человек. Так вот? Вам это в нем нравится или нет? Нет. Да. Вот он сейчас успокоился, вот этот искренний человек. Сейчас он успокоен, потому что вам успокоен. Вы на лекции сидите, вы наполняете силой. Так как вы с ним связаны, он тоже наполняется силой. Он никуда не девается. Никто не может выйти из подводной лодки. Понимаете? Понятная система? Вы на подводной лодке. Эта подводная лодка называется ваша судьба. А он с ней связан? Или нет? Пока не знаю. Пока не знаю. Я знаю. Связан. Просто вам еще вкументы, он как бы, мужчин же надо созреть, что писать мужчине. Он еще маленький. Ну, хватает сил быть мужчиной, понимаете? И силы не нужны, понимаете? Ну, не может вот так вот. Ну, хватает силы. Подождите чуть-чуть. Он созреть, станет крепче, 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 потом... А! Предлагаю руку и сердце! Подождите чуть-чуть. Полтора года сможете подождать? Уже предложил. Отчетом-то? Я не знаю. Что я не знаю? Я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Это от Бога. От Бога или... От Бога или... Не знаете? Я знаю. Женщине нужно, чтобы кто-то сверху сказал ей правду. Она очень волнуется, не знает правды, волнуется очень. Замуж за Артема! АПЛОДИСМЕНТЫ И слышала, нет? АПЛОДИСМЕНТЫ Нужна немножко строгая женщина. АПЛОДИСМЕНТЫ Это время легида такая. Она сразу... Вам спокойнее с нами? Да? И все, слава Богу. Все. Все. Бог помог. Видите, я не понял, что делать дальше. Женщине трудно решение принять, понимаете, самой. Нужна помощь. Поэтому в древней культуре были старшие у женщин, которые им советовали. Ей нет, они посоветуют. Я вам сейчас что-то сказал, сделаю. Я не шучу, серьезно вам сказал. Но вы сомневаетесь, потому что ничего не созреет. Мне тяжело будет. Полтора года, потом все классно. Ну, ничего страшного. Лучше такого человека потом не напишите. А он когда созреет, другой достанется, другой. Понимаете? А такого уже... Чуть-чуть. Мужики, Таня, сейчас на дороге не валяй. Хороший, тем более. Хороший же человек. Да, ну вот, все, видите, все решили. Так, что-то же такое судьба. Судьба – это подводная лодка, на которой никуда не денешься, понимаете? Ну, никуда. Вот она все вот вместе находится в судьбе человеческой. Все люди связаны друг с другом. Вот у вас есть родственники, друзья. Одна женщина подошла ко мне. Олег Геннадьевич, вы можете мне, вот вы всем говорите, будущее так, можете мне показать мою судьбу? Я говорю, запросто. Вот, давайте, вставайте вот сюда, сейчас буду показывать вам судьбу. Я встала такая, закрыл глазки, я говорю, вот смотрите, вот это ваш муж, ставьте перед ним собой. Видите, вот у него такой характер, да, вижу. Так, вот это ваши дети, это ваши родители, директоры на работе вашей. Да? Да, он хороший. Вот. Смотрите, все, вот все, все вокруг вас, вот выстраиваются вокруг вас. Все, кто с вами в жизни связан, это ваша судьба. Как это так? А вот так. Понимаете, судьба не может действовать просто из неба. Так не бывает, чтобы врасль через небо она как-то подействовала. Она действует через людей. Мы живем в мире людей. И чтобы судьбе действовать, нужны связи вот эти близкие. И поэтому ведах есть знание, что есть три типа связей. Одни из них слабо действуют на судьбу. Ну, допустим, я еду где-нибудь в автобусе, и мне говорят, ну, че, очкарик там, поверли свой нос, мешает, места мало. Вот. Ну, то есть, как бы, лысина не сверкает. Вот. То есть, мне как бы назвали все, что можно назвать, допустим, связанное с моей судьбой. Вот. Но так как это чужой человек, понимаете, он не сильно может на меня повлиять, потому что... Не может сильно на меня повлиять, потому что он чужой человек. Я просто... Такой поворот, я желаю вам счастья. Все. Полностью нейтрализовано влияние плохое. Ну, и все, счастье, все. Если счастье нужно, а что он может плохо мне сделать? Ну, автобус едет. Ну, и все, счастье.